Тимофея Дакшицера Тимофея родился быть трубачом. На детских фотографиях труба его неизменная спутница. Музыкантом был и его отец, выступавший в составе оркестра маленького украинского города Унижин. Это был оркестр пожарной команды. В начале 30-х годов семья Дакшицера была на грани голодной смерти и, чтобы спастись, из Украины переехала в Москву. Семья бедствовала и 11-летнего Тимофея определили в армию, кавалерийскую дивизию трубачом. Он был сыном полка. В составе военного оркестра выступал перед бойцами, ранеными, эвакуированными. Им это придавало силы и надежду. Он прошел всю войну и участвовал в знаменитом параде победы. После окончания войны Тимофей Александрович выдержал конкурс «Большой театр», в котором проработает 38 лет в составе оркестра. В жизни Тимофея Дакшицера начался звездный период. Он солист оркестра самого престижного театра страны, а затем и дирижер этого оркестра. Становится заслуженным, а затем и народным артистом России. В то же самое время занимается педагогической деятельностью. В Музыкальной Академии имени Гнесиных профессор Дакшицер воспитывает более сотни учеников. Тимофей Александрович гастролирует почти во всех странах Северного полушария. Десятки раз выступает в США и Японии. Его диски, более 50 альбомов выпускаются и с успехом расходятся ведущих мировых державок. Его слава была безусловной. Он был избран в директорат международной дильти трубачей. Его даже сравнивали с Николой Паганини. Подобно тому, как великий итальянец сделал когда-то склипку солирующим инструментом, так и Тимофей Александрович вывел трубу на первую роль. Именно он возвеличил трубу и сделал ее концертным инструментом. Доказал, что труба может звучать выразительно и нежно, как колыбельный напев. Тимофей Александрович Тимофей Александрович Ее звучание может быть драматически насыщено, как оркестр или орган. Она может звучать легко и виртуозно, как скрипка. Тимофей Александрович Тимофей Александрович В конце 80-х врачи стали настаивать, что необходимо поменять климат. И семья Докшицеров переехала в Литву. Но и здесь, несмотря на пошатнувшееся здоровье, Тимофей Александрович все время старался работать. Он делал переложения лучших классических произведений для трубы, давал мастер-классы, получал письма от начинающих трубачей практически из всех стран мира. Тимофей Александрович Тимофей Александрович не стало в 2005 году в возрасте 83 лет. Но он продолжает жить в музыке. Недаром его девизом была фраза «Музыка – это жизнь». Тимофей Александрович 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 Тимофей Александрович